добро пожаловать на мой канал с вами валентина очередная новая интересная работа решила сделать целую серию несколько работ вот такой красивой интересной деревенской обстановке сказочные герои деревенский быт но эти работы будут из лоскутов саму картинку взяла яндекс картинки набираете и выбираете что вам по душе это чаепитие набрала чаепитие и у меня много-много-много повыскакивали всяких разным или за чаем на мой взгляд это довольно-таки сложная работа люди их делать очень тяжело поэтому я воспользовалась копиркой своих героев переносила на ткань через копирку нам понадобится нижняя ткань она может быть любая простую ненужную ткань это размер у меня 60 на 40 но это довольно-таки большой у меня размер моя работа будет немного меньше перекрутила много лоскутов все решала какой же у меня будет задний фон все-таки я остановилась не на каком нибудь полосатом цветастом и ярком однотонный такой серенький задний фон это у меня будет ну как бы пол не спеша подготовилась к работе немного повырезала опять же шторы да там не по трафарету просто взяла отрезала лоскуты сделала вот тюль сделала человечков скатерть все по мелочи пирожки и бублики бараночки всякие кастрюльки вазочки складываю на гладкую поверхность чтоб ничего в процессе работы не провели это не потерять если вырезать по ходу то нужно дополнительное свободное место и когда вы немного хоть заготовить вот таких деталек работа пойдет намного быстрее и интересней повесила тюль делаю шторы видите слегка фигурнообразными волны сделала это будут у меня завязки сделала я их из ниток чтобы была какая-нибудь такая незначительная сборочка я сейчас завяжу и сделаю бантик и сейчас включу на ускоренную болтать особо не буду будете смотреть за действием работы все это сейчас отрегулирую нам понадобится клей-карандаш клей-карандаш берем абсолютно любой любой марки очень хорошо держит маленькие детальки в любой момент вы можете их сначала отклеить если вам не понравится где они неправильно лежат и по новой приклеить но советую вам сначала разбросать рисунок а потом уже приклеивать наклей-карандаш потому что в процессе работы очень много чего вы меняете местоположение если у вас полотно состоит сам фон из мелких лоскутов я вам советую воспользоваться или паутинкой или флизелином так как у меня большие лоскуты вниз ничего не использовала но наверх иногда буду подкладывать паутинку шторы это большая деталь поэтому я не приклеиваю середина будет занята основными героями поэтому сюда я вешаю полку полку можно сделать просто перекладинку и на нее что-то поставить ну я сделала пусть потом может быть я сделаю или гвоздики что-нибудь там как-нибудь вышью посмотрим вот из разных цветов сделала посуду этот фон можно сразу приклеить вырезала симпатичную длинную полоску это будет полотенцем вот так я сделать не могу будет некрасиво и вот так я сейчас закреплю будет висеть полотенчик и теперь начинается самое интересное скатерть стол не смотрите что мятая все равно потом будет все утюжиться самоварчик чайничек сверху потом на машинке вышью цветы сейчас я буду заполнять вот этот фон серединка у меня будет пустая она никак не затронет наших основных героев сделала тарелочку также на клей карандаш приклеиваю всякие пироги выпечку вкусняшки можно поставить какие-нибудь кружки бутылочку несмотря на то что они пьют чай фрукти положить это у меня такие ватрушки видите вот моя заготовка на тетю вот посмотрите какая страшная голова очень страшная да это посмотрите какая прическа и все это делается просто берете и посмотрите совсем другое дело и смотрите теперь эта кофточка рукавчики лежат у нас на столе и уже от кофты мы начинаем с вами делать голову так она чуть-чуть наклонена сейчас я отрегулирую это ее юбка слегка под скатерть ставлю она сидит у меня на стуле это у ней такая большая попа кофточка у нас сверху чтобы зафиксировать заготовочки не обязательно весь лоскуток мазать клеем достаточно буквально два мазка и все вот теперь вставляю голову у нее еще здесь шарфик голову вставляю вниз и приделываю пучок опять же волосы надо как-то срегулировать так чтоб они не видно было волоснюх ну и чтоб хорошо смотрелось вот посмотрите какая милая тетя получается тете остается сделать руки и тетя моя готова теперь делаю я дядю дядя тоже стоит толкует тети про любовь про что не знаю сейчас посмотрю может его тоже как-то выпустить вот это вот жилетка такая своеобразная сейчас дядечка дедушка стоит не ли это не сидит вот такие своеобразные детали непонятные но когда вы собираете эту мозаику конструкцию получается очень даже мило посмотрите страшное лицо непонятные заготовки это борода и волосы сейчас вот отрегулировать и вот такую сделала я ему шляпу все смотрела по цвету чуть-чуть надо покороче сделать поля поменьше чтобы она была немножко поменьше потому что он здесь как волшебник прям сделала поменьше шляпу и теперь приклеиваю наклей карандаш с закрытием стола пока по времени но я поставил бутылочку поставил крошечки ведь как вот они держат в разные стороны у меня очень длинная скатерть ее надо укоротить ничего не вытаскивая прям здесь беру и на глазок отрезаю и еще совет если вы решили сделать такую серьезную работу но с боли им что у вас здесь допустим скатерть расшитая решит обе и когда здесь какие-нибудь шпильки булавки одежда расшита соответственно вы должны это сделать до приклеивания к полотну потому что когда уже будет готовое полотно уже неудобно стягать отдельные детали точнее вышивать декорировать вы смотрите по ходу работы как вам удобней деду сделала штаны видите прям но не хватает и решила нарастить просто вырезала лоску точек и подправим под брючки ткани одинаковые в глаза бросаться не будет вот совсем другое дело а то прям как попа непонятно где тети сделала стул но немножко не подрассчитала очень большовато я его слегка видите сначала поставила к не поближе но потом отодвинула и получается что вот так можно сделать вот видите он выглядывает и в то же время у нас юбка на положенном месте прикрывает стул при шитье контура стула желательно прошить темными нитками чтоб он не сливался вроде цвета разные но все равно это не очень контрастно смотрится сделала ножки у стола обула дядю просто по идее он должен быть в лаптях но как я буду лапти делать у меня и по идее подходящей ткани то нету а тете я сделала вот такие вот сапожки и делаю их не ровно а немножечко вот наискосок как будто нога у ней слегка приподнята я слегка шторы сместила вправо и чтоб место меньше было здесь у меня пустой фон я сделала картину просто нашла тот ткани с цветами и дополнительный и приклеила это будет у меня как рамка и теперь также вот буквально два маска 3 и приклеиваем на нужное место вот смотрите вылезли ниточки ниточки эти сразу обязательно убираем потому что когда будем делать стежку они у нас так и останутся на стену я повесила картины но также можно повесить часы с кукушкой олень и рога у меня отключили свет поэтому я пока что прекращаю снимки видео свет пока не включили конечно вам немножечко темно но я решила все-таки позаниматься и сегодня закончить эту работу я вырезала киску в лежачем положении сделала вазу это одна и та же ткань только две стороны здесь бросится или комод сделала лавочку или столик сюда поставлю вазу и сделают цветы сделала цветы без фанатизма веточек нету просто листики подобие тюльпанчиков сделала вазу потому что ну как-то что-то у меня голос пропадает как-то пусто сделала вазу положила фрукты что это такое апельсины или пусть будет и здесь немножечко добавила яркости также положила яблоки парочку конфет чтобы настоящий был чаепитие чтобы шикарно был накрыт в стол у них такое романтическое чаепитие в деревне вообще мысли есть еще сделать какой-нибудь коврик до из лоскутов если когда я делала бабулек то лоскуты коврик делала я их сшивала все вместе то просто лоскутки можно наклеить ткани но я решила немножечко укоротить работу здесь край я уже отрезала он мне не нужен ну и там немножечко и отрежу немножко снизу вроде пока что добавил менять ничего не буду единственное дядечке надо сделать пояс накрываю фатином сеткой или органзой утюжем и потом делаю истежку сделала пояс дедушки из меланжевой нитки сложила нитку в два сложения и короче отрезала все фиксирую на клей все теперь накрываю фатином и делаю истежку работа моя полностью готова заняла по времени она не так уж много уложилась я в один день и я надеюсь что эта работа будет действительно нести позитив получился достаточно такая веселая но в меру и яркая но в то же время очень оригинальная упустила такой момент когда накрываете фатином сеткой у меня органза надо это все про утюжить я утюжу через мокрую марлю если у вас несколько слоев ткани как раз прилепиться умнуться и если вы используете клеевой это все зафиксируется но так как у меня можно сказать два слоя ткани я утюжила но такой задачей особо не было все это примять и приклеить потому что я пользовалась клеем карандашом прошивала я на свободном ходу в некоторых местах пускала вот шторы сделала по контуру зигзагом мелким сами шторы я не стала делать стежку но тюль я сделала вот эти завязки не стала также прошивать они у меня закреплены никуда они не денутся даже если это будет что-то стираться прошлась по контуру цветы вазу в основном все по контуру единственное немножко опухнулась когда я рисовала тот дедушка немножко заходил на самовар и там не было видно этой ручки так я и выкроила и в процессе у меня самовар с одной ручкой но здесь опять же должен быть кран и он рукой как бы загораживает кран это у меня немножко сместилась крана нету но его достаточно просто вышить какой-нибудь крючочек и будет нормально все ярко смотрятся плюшки настоящие ватрушки сделала немножко увеличу в крошках сделала просто белой строчкой как бы рисуночек обвела ручку как видите одна ручка справа другая ручка слева но дядечка не сидит на стуле опять же хотела сюда сделать какие-нибудь цветы но пришла к выводу что дай-ка по наряднее сделаю эти звездочки пусть будет красным цветом так а картины прошила про по контуру рамку серединку и вот на светлом фоне если вам видно сделала вот именно стык как вот должно быть на рамке эти картины посуда тоже сделала такой фигуристый рельефный шов на свободном ходу иголкой сделала губы глаза ведь какие у них нас и такие к солнцу тянутся очень любопытные деловые обратите внимание на ботинки по задумке он должен был быть в лаптях но я сделала ему подобие кроссовок даже здесь присутствуют шнурки ну а тетечке как бы обыкновенная обувка спаги не спаги не знаю что это такое по скатерти внизу пустила кружевая вот этот край мне очень нравится нормально он смотрится но этот как смотрит чуть чуть неправильно пока делала стежку все думала как же мне сделать полы делать мне коврик или не делать и я решила сделать имитацию досок хотя это на доске не похож на все равно это лучше смотрится чем лежит обыкновенная ткань когда я начала делать стежку я начала с фоном с верхнего фона прошлась и потом по ходу у меня была белая нитка и я потихонечку затрагивала одежду проходила ну а потом уже переключалась на вот эту вот всю мелочевку и самое последнее я делала пол и посмотрите вот жилетка я также пустила стежку как бы квадратиками ну тоже ничего опять же все же лучше чем просто кусок как говорится ткани сделала всякие ну как вот складочки на одежде по идее у нее должен был здесь быть платок но я подумала и не стала его делать думаю зачем он нужен как вы считаете надо было сделать или нет сама работа сделана хорошо но недочеты тоже имеется ну как всегда получилась она довольно чистая что с лица что с изнанки вот девчонки если вам понравилась эта работа и если хотите я вам могу с удовольствием ее продать за 3000 когда все прошила я опять про утюжила через мокрую марлю и и выровняла и готовый размер получился 53 на 36 ну вы пишите мне комментарии заходите в гости на канал у меня таких много работ техники текстильная пицца хотя это даже и не текстильная пицца и не и не аппликации это что-то среднее плейлист или лоскутное шитье или текстильная пицца зайдите в описании там будут ссылки на дзен на рутуб кто хочет помочь каналу спасибо большое реквизиты также оставлю вы сами знаете я не попрошайничаю мы сейчас без монетизации ничего с этого не имеем но куда мы вас бросим вы наши самые любимые зрители я с вами прощаюсь увидимся через недели три в следующем видео еду в отпуск на юх всего доброго пока пока пишите в комментарии заходите в гости с вами была валентина